НТП Плюс Спорт Олимпийский турнир превосходит все ожидания. Демонстрируем в Salt Lake City хоккей, на мой взгляд, интереснее, чем в НХЛ. В первую очередь благодаря разнообразию школ, представленных на турнире в исполнении мастеров высочайшего класса. Пожалуй, впервые в своей истории наша сборная не считается фаворитом в четвертьфинальном матче Олимпийского турнира. Противостоять ей будет победитель предыдущих игр сборная Чехия. Соперник, насколько сильный и настолько неудобный для нас на протяжении всей нашей хоккейной истории. Может быть, лучшим был бы вариант противоборства с Канадой. Но в данном случае от нас выбор соперника не зависел. Итак, Россия, Чехия. Вратарь Чехии, Доминик Гашет на ваших экранах. Ну, очевидно, Николай Хабибуллин. Я, извините, чуть-чуть отвлекся, не видел. Очевидно, Николай Хабибуллин защищает ворота нашей сборной. Противник действительно неудобный для нас. И мы знаем много случаев в истории, когда он, как говорится, подставлял нам ножку по-хорошему со спортивной точки зрения. Себе во благо в первую очередь, огорчая и нашу команду, и ее многочисленных болельщиков. Это было неоднократно. И совсем недавно, 4 года тому назад в Нагана, когда мы проиграли в финальном матче 0-1 чешской сборной во главе с Яромиром Ягром. А вы видите Николая Хабибуллина. То, что я и сказал, то, что я и предположил, он защищает ворота нашей сборной. Ну, в таком ответственном матче, конечно же, тренеры не рискнут менять основного вратаря. Да и, честно говоря, повода для этого пока еще не было, за исключением тех накладок, которые были у нас в первом матче против Беларуси. Но надо сказать, что там и вся команда выглядела мягкой, как особенно в обороне. И отдуваться Николаю Хабибуллину за всю оборону было, конечно, чрезвычайно сложно. Поэтому не случайно, что он допустил ряд ошибок. Это не страшно. Судьи сегодняшней встречи, это Стефан Велком, он из Северной Америки, Двай Лайсмана, Йохан Норман и Тим Ноук. Вот бригада тех, кто обслуживает сегодня встречу этих соперников. Надо сказать, что вот насколько я себя помню, насколько помню историю нашего хоккея, она всегда была связана с соперничеством с Чехословатской сначала сборной, ну а теперь, наверное, и с Чешской. Причем это началось с 50-х годов и по сей день не закончилось. Почти всегда верх брали мы, почти всегда в крупных международных турнирах, ну в первую очередь в чемпионатах мира и Олимпийских играх. Я еще вам кое-какие цифры по этому поводу приведу. А пока общие слова, что это действительно так. Итак, две команды, которые нацелены на то, чтобы выйти в полуфинал, пройти вот этот барьер четвертьфинальный. И я вот чувствую по буквально первым секундам, что команды будут осторожничать. И те, и другие. Нам это не свойственно с одной стороны, с другой стороны. Нарваться на чешские контратаки ни в коем случае нельзя. И мне кажется, что у Чехов игра более сбалансированная, чем у нас, поскольку, вот видите, уже два наших защитника сразу отошли назад. Миронов даже не пытался атаковать соперника. Малахов сейчас в углу там будет бороться с соперником. Это Гавлот. Кто с ним? Бросок к воротам опасно. Первое звено на площадке Гавлот, Ланг и Ягр у соперников. И у нас тоже первое звено братьям Буре и Валерий Жамнов с защитниками Мироновым и Малаховым. Я сказал о том, что более сбалансированная игра у Чехов. Ну, действительно, это так. Они обороняются лучше, обороняются всей пятеркой. У нас были провалы в обороне и в позиционной, и в средней зоне. Во всех трех матчах предварительного раунда. Ну, действительно, если вспомнить ход игр, то мы испытывали трудности то с Америкой, то с Белоруссией у себя в зоне. Ну, и в средней зоне никакой обороны не было во втором и третьем периоде против сборной команды Финляндии. Ну, а я нахожусь под впечатлением сенсации, которая состоялась в четвертьфинале. Вы знаете, настолько это неожиданно, настолько это не укладывается в голове, что я до сих пор, хотя я не являюсь участником и болельщиком двух команд, которые встречались в первом четвертьфинальном матче. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, у меня просто в голове это не укладывается. Белорусы обыграли Шведов со счетом 4-3 и вышли в полуфинал. Чешской сборной владеет шайбой. Бросок от защитника, бросок второй, тоже защитника. Наши не спешат, это Каспарайтис. Шайбы выброшены из зоны, там нет никого из наших. Никого, ни одного хоккеиста. Твердовский. Кто первый у шайбы? Гашек. Ковальчук не успел на эту шайбу. Самсонов Ковальчук и Федоров на площадке. Раздался свисток судьи, не знаю, в чем дело. Это еще раз нам показывает момент, когда не успел к шайбе Ковальчук. 0-0. Третья минута первого периода. Ну и было бы тоже несколько сенсационно, если бы матч так неожиданно начался, когда одна из команд открыла в самом начале счет. Дворжик Чияник и Патера. Тройка нападающих у сборной Чехии. Ну, а у нас Твердовский. Олег Твердовский, Даниил Марков. Вот он выбил шайбу у чешского нападающего. Ну, почему мы трое все стоим перед воротами? А вот этот вот игрок оказался совершенно свободный. Это Гордина. Ян Гордина из Питтсбурга. И до него не дошла шайба. Брасывание у нас в зоне. Пока Чехи маленькое преимущество имеют. Чаще, по крайней мере, гостят у нас в зоне. А мы же атаку никак начать не можем. Нас обязательно встречают 3-4 хоккеиста сборной Чехии. Даниил Марков был на ваших экранах. А это Ян Гордина. Бросок. Шайба попала. Помешал наш защитник. Шайба не дошла до Хабибулина. Ну, и слава богу, что не дошла. Гончар. Каравчук сделал передачу вперед. И Гашек снова выходит из ворот. Первое звено у нас. Братья Буре и Жамнов. Ягар. Ну, я не знаю, насколько оправданно играть против Ягра первым звеном. Накладывать лучшие звенья. Ну, я не знаю, насколько они лучшие. Мне, к сожалению, не удалось вести матч с участием сборной команды Чехии. Что касается нашего первого звена, то оно первым выходит, стартует, и поэтому я его называю первым. Что касается уровня игры на этом турнире, то я сомневаюсь, чтобы можно было звено Жамнова назвать в нашей команде первым. Малахов на Миронова. Миронов бросил шайбу в зону. Николишин. Прикрыл борт. Отправил шайбу за ворота. Ну, на этом атака наша закончилась. Вы знаете, по-моему, еще ни одного броска по воротам Гашки не было. Хабибуллин. Хабибуллин великолепно играет. Николишин. И пас на Миронова. Не очень удобно. До Яшина шайбы не дошла. Если сравнивать тех и других, особенно в нападении, то мне кажется, что Чехи побыстрее, нежели наши. У нас не очень скоростные. Тот же Яшин. Николишин. Естественно, Лорионов. Но пока я его не видел еще в игре. Что касается Чехов, то у них, как правило, все игроки довольно быстрые. Кваша у нас не быстрый. Не очень быстрый. До Цук. Во всяком случае, стартовая скорость не так хороша, как хотелось бы. И снова чешская команда в атаке. Бросок к воротам. Хабибуллин все время в игре. Твердовский. Вот сюда. Это Ковальчук. Ну вот первый бросок. И мимо. Это Самсонов. Не дошла шайба до Федорова. И контратака гостей вчетвером. Ну где же наши нападающие? Все трое провалились. Бросок к воротам. Хабибуллин. Много ему приходится работать. Очень много. Шестая минута первого периода. Бросок. Нет. Мимо. Я думаю, мы слишком осторожно. Мы начали этот матч. Отступили к своим воротам. И боязнь пропустить, конечно же, нам будет мешать. Конечно, будет мешать. Будем надеяться на то, что сейчас все успокоится. Наши почувствуют игру. И смогут организовать атаки на ворота соперника. Дацук боролся там за шайбу, но не смог ее заполучить у соперника. Российская сборная пока, по статистическим данным, уступает сборной Чехии. Надо сказать, что в Чехии вовсю рассматривались перед игрой шансы и той игрой команды. Ну, специалисты. В основном, конечно, пресса, болельщики сошлись во мнении, что у чешской команды больше шансов выиграть, чем у нашей. Статистические данные по трем матчам, которые были проведены здесь и той, и другой командой, говорят в пользу чешской. Ну, какие статистические данные? Во-первых, заброшенные шайбы, пропущенные шайбы, реализация честного большинства, умение играть в меньшинстве, вбрасывание. Все это в пользу сборной команды Чехии. Единственный статистический показатель, по которому чехи нам уступают, это то, что мы их 19 раз обыграли в крупнейших международных соревнованиях. А они нас только три раза. Вот по этому показателю мы впереди. Все же остальное за чешской сборной. Ну, ничего не сделаешь, таков уж спорт. И приходится иногда обращаться к статистике для того, чтобы что-то оценить. Первое удаление в матче. И вот чешский хоккеист отправится на скамейку штрафников. Видите, как боролся Николишин. Роберт Райхел отправился на скамейку. Мы получаем честное преимущество. Я вам скажу, что вовремя немножко так вот отодвинуть от своих ворот игру. И дать возможность, ну, может быть, почувствовать свою игру в зоне соперника. Мы практически там задержаться пока первые минуты не можем. У нас первое звено, простите, звено Федорова на реализации честного большинства. Самсонов, Федоров и Яшин вместо Ковальчука. Защитники. Вот я вижу Гончар. Яшин не спешит. Гончар. Бросок к воротам. Какая борьба на пятачке. Шайба выброшена. Выброшена из зоны. У нас реализация честного преимущества только 25%. В то время как у Чехов 33%. Я как раз говорил о цифрах. Вот как подтверждение своим словам конкретный пример. Не смог вовремя расстаться Яшин с шайбой и контратака гостей. Видите, насколько быстрые нападающие Чехов. Ну, как же так. Как же так. Вдвоем почти проиграли борьбу соперникам. Гончар. Это Буре. Натолкнулся, по-моему, на Каспарайтиса, который поехал меняться. Девятая минута первого периода. Пока 0-0. И у наших по-прежнему честное преимущество. Оно будет еще 35 секунд. Ну, надо постараться. Время есть. Время есть. И неплохо мы выводили защитников на ударную позицию. Когда Звенов Федоров пытался реализовать честное преимущество. Нет. Гашек сыграл удачно. Не то, что удачно, а хорошо, надежно. Сыграл. Это сильная очень сторона. Чешская, простите, сборная. Я по старой привычке чехословатская хотел сказать. Вратарь. Миронов. Пожалуй, правильно делал. Бросать уже нельзя было, потому что под него, под бросок, ложился кто-то из игроков чешской сборной. Поэтому Миронов пытался сделать передачу. Вот, посмотрите. В ногу Жамнову шайба попадает. И попадает от него в щиток Гашеку. Каспаратис, бросок мимо. В полном составе чешская сборная. Опасно у наших ворот. Ну, на этот раз защитники справились. Ковалев. Неточная передача. Очень опасно, когда атаку соперник прерывает на своей синей линии. Тут же возникает контратак. Вы посмотрите. Она сейчас возникла с броском по нашим воротам. Думаю, что не ахти какой выход из положения. Постоянно вбрасывать шайбу в зону соперникам. Вот так у нас никакой комбинационной игры не получится. Вот, посмотрите. Ой-ой-ой, опасно. Ой, как опасно. Ну, как же так. Бросились на Ягра. Бросились еще на другого игрока. И на пятачке два игрока Чехов остались неприкрытыми. Бросок к воротам мимо. Самсонов, Ковальчук и Федоров. Как опасно сейчас было около наших ворот. Как опасно. Даниил Марков подбирает шайбу. Ну, опять вброс в зону. Вбрасывание в зону. Мягкий какой вариант для того, чтобы организовать атаку. Мы в советские времена так не играли. Наша сборная так не играла. И клубные команды тоже не играли. Ну, слава богу, хоть пошли броски по воротам Гашика. Немножко игра, по-моему, выровнялась. И, как я уже говорил, это было связано с удалением. Вы посмотрите. Шайба оказалась на воротах, на сетке. Вот после этого броска и рикошета от кого-то. 0-0 по-прежнему. Сильное звено вратарем у сборной Чехии. И дело не в том, что Гаша сегодня играет. Дело в том, что еще два великолепных запасных. Чекманек, который является основным вратарем Киладельфии. И Гниличка, основной вратарь Атланты. Там, где играет Илья Ковальчук. А если посмотреть на оборону, то она выглядит очень солидно. Защитники всем в молодом возрасте, в зрелом хоккейном. Исключение это Шмехлих Рихард из Баффало. Он 70-го года рождения. Ему 32 исполнится в этом году. И он как бы чуть-чуть из орбиты общий выпадает. Возрастной орбиты. А все остальные это 74-й год и моложе. 77-й, 78-й, даже 79-й. Это Мартин Скоула из Колорадо. Все они любят и умеют подключаться к атакам. Играют довольно результативно. Но самое главное преимущество перед игроками обороны нашей сборной, с моей точки зрения, они разрушительную работу выполняют гораздо лучше. Бросок опасно. Почему мы так обороняемся невнимательно? Почему все время в зоне гуляют свободные соперники? Один, а то и двое. Ну, посмотрите, нас встречают три уже хоккеиста сборной Чехии. Пробиться очень сложно к воротам соперника. А у нас все наоборот. Мы, конечно, болеем. Мы переживаем за нашу сборную. И если раздается какая-то критика в ее адрес, то это только с одной точки зрения. Чтобы было лучше, чтобы вроде бы нас услышали, сделали выводы и играли на победу. Только для этого. Я вам скажу, что таких опасных моментов у ворот Чехов пока не было. Таких, какие были около наших. Каспаратис опять вбрасывает шайбу в зону. В средней зоне нет коллективной игры у нас. Нет пассовой игры. Поэтому приходится вот так вот вбрасывать. А вы знаете, не исключен вариант, при котором наши решили до минимума свести риск. Ну, тогда оборона должна быть обязательно построена надежной. Пока я ее не вижу. Я имею в виду свою зону. Что касается зоны соперника, с которой вроде бы надо начинать атаку, то, по-моему, наши решили отдать инициативу сопернику и постараться не ошибаться в средней зоне при входе в зону соперника. И как бы, если соперник ошибется, использовать их ошибки. Кравчук бросал поворотом, но после свистка. Это Роберт Ланг. Первое звено. Гавлот Ланг и Ягр на площадке. У нас звено Лорионова. Афиногенов Лорионов. И кто? Дацук. Кваша пока не играет. Сидит на скамейке запасных. Это Афиногенов. Ягр. Дацук против него. Сейчас последует, наверное, передача защитнику. Дацук не может справиться с Ягром. Тот мощнее. Ковалев не смог там переиграть защитника соперника. Сейчас вообще против первого звена играл. Против тех, с кем сейчас играет. Я имею в виду Ланга. И против Ягр, с кем играл несколько лет в Питтсбурге. Пятнадцатая минута первого периода. 0-0. По-прежнему Ковальчук и Хаммлик здесь проброс был. Поэтому вбрасывание будет у нас в зоне. В составе сборной Чехии 9 олимпийских чемпионов Нагана. И, естественно, что они имеют опыт выступления в олимпийском турнире. К тому же появилось в последнее время новое поколение чешских игроков, кто довольно много побеждал в международных соревнованиях, в том числе на чемпионатах мира и олимпийских играх. Раньше мы психологической уверенности, психологическую устойчивость их превосходили, потому что они никак не могли на фоне наших многочисленных побед добиться несколько раз подряд чего-то серьезного. И если добивались, то это были только единичные победы, которые как бы в интервалах между победами сборной Советского Союза стояли. Сейчас картина изменилась, поэтому психологически они очень устойчивы. И новое поколение, и тех, кто играл в Нагана, и поэтому пробить их очень сложно. Очень сложно. Бросок по воротам. Это Райхел атаковал ворота. Райхел Хейдук и Ручинский. У Чехии на площадке. Это Алексей Яшин. Его вы все прекрасно знаете. Каспаратис отдрасывает шайбу назад. Ну, получится атака или нет, надо было обыгрывать. Я думаю, надо было обыгрывать, лезть на ворота, пытаться обыграть соперника. Без скорости мы действуем в средней зоне. Поэтому атака пока у нас не получается. Не правда ли, мы не совсем на себя похожи. Яшин. Пытался бросить по воротам, но шайба до Гашика не дошла. Миронов и Малахов. Пара защитников. У нас смена проходит состава. Короткие отрезки мы играем. И снова Малахов. Можно входить в зону. Не могу сказать, что высокий темп. Нет, это не матч Россия-США, когда уже в первом периоде от скоростей могла закружиться голова у той или другой команды. Контр-атака чешской команды. Бросок от Хабибуллина. Шайба отходит. Но ее подбирает защитник. Братья Буре и Жамнов на площадке. Миронов. Это Кравчук. Проброс. Хаммерлик подобрал шайбу. Он в паре со Скоула играет. И удаление. Удаление у кого? Честно говоря, я не видел. Ягор отправляется на скамейку Штурников. Второе удаление у Чехов в этом периоде. Напротив Валерия Буре. С нарушением правил проводил силовой прием Яромир Ягр и отправился на 2 минуты отдыхать. Это Йозеф Аугустом. Тренер чешской команды. А менеджером у нее Иван Глитко, который много лет работал вместе с Аугустом. В национальной команде. Только Аугуста был у него помощником. Федоров. Снова Федоров. Поменялись местами они с Яшиным. Можно Яшину бросать, наверное. Хорошо. Бросок к воротам. И... Рановато судья свистнул. Рановато шайба отошла. К нашему причем. Но раздался свисток. Неплохо сейчас было разыграно. Это Самсонов. И Ножамнова. Самсонов разводит руками, предъявляя небольшие претензии судье. Как же так? Вы не видели, что шайба высказчила из этой кучи. У нас смена прошла. Миронов и Малахов. Теперь удаление в составе российской сборной за подножку. Ну, это не столько подножка, сколько Жамнов зацепил соперника скорее за задержку клюшкой. Райхела он держал. По четыре полевых игрока. Две с половиной минуты до окончания первого периода. Ноль-ноль. Очень напряженная встреча. Вы чувствуете? Буквально в воздухе висит напряжение. Ни одна команда не хочет ошибаться. Ни одна. Ну, это естественно, конечно. И боится, самое главное, ошибиться. Отсюда может быть такая простая игра у нашей сборной. С одной стороны, можно понять и команду, и ее тренера Фетисова. А с другой стороны, без риска побед не бывает. Поэтому, если хотим выиграть, надо, конечно, рисковать. Еще одно удаление. И мы остаемся втроем. Ну, вот держались, держались. Теперь скоро пятый выйдет на площадку у Чехов. И мы будем играть втроем против пятерых. Опасная игра высоко поднятой клюшки. Да. Буре. Вы знаете, я обратил внимание на одну маленькую деталь. По итогам трех матчей финального раунда в группе больше всего штрафного времени у троих. Это Буре. Ковалев и Ковальчук. Опасно бросок. Хабибуллин и Шайба улетела за пределы поля. Причем улетела она от клюшки соперника. И вбрасывание будет в средней зоне. Ну, это уже полегче. Чуть-чуть, но полегче. Вот три игрока, три нападающих. Должно быть наоборот. На них должны зарабатывать штрафное время. А они удаляются больше всех в нашей команде. Парадоксальная ситуация. И вот опять я смотрю, отправился на скамейку штрафников Павел Буре. Пятером соперник. Нас только трое. 30 секунд еще. Играть втроем. Ягар. Не получился бросок. У защитника не получился бросок. А очень хорошо чехи выводили его на удар. В одно касание причем. Ну, Ягар бросал поворотом, подставил клюшку. Каспаратис, шайба улетела за пределы поля. Ну, сколько там осталось нам еще играть в меньшинстве. Вот эти испытания очень тяжелые для команды. Очень тяжелые. 17 секунд еще. И к тому же бросок не проиграли. Шлем надо на голову одеть Николишину. Я скажу, что судья, по-моему, слиберальничал чуть-чуть. Ну, вот сейчас удаляет Николишина на две минуты за нарушение экипировки. Ну, как так не знать правила? Наверняка предупреждали, наверняка говорили об этом. Это хорошо еще судья сразу не удалил. Он ему показывал, что надо шлем застегнуть. Тяжелейшие испытания у нашей сборной. Просто тяжелейшие. Минуту играть втроем. Бросок к воротам. Выбросить надо шайбу. Хорошо. Малахов выбрасывает шайбу из зоны. И через 15 секунд будет свисток, который возвестит о том, что закончился первый период. Но чехи, по-моему, не видят. Дойдет до броска или нет. Бросок к воротам. Все, закончился первый период, слава богу. А там останется немного времени до выхода пятого нашего полевого игрока. И к тому же вбрасывание будет, простите, четвертого игрока. И вбрасывание будет в центре поля. Так что мы имеем возможности доиграть втроем, не пропустив шайбу. И четвертый игрок у нас появится на площадке в самом начале второго периода. Но испытание, я вам скажу, выпало нашей сборной просто тяжелейшее в конце первого периода. Наверное, команда заслужила того, чтобы отдохнуть точно так же, как и мы с вами. Салт-Лейк-Сити. И начинается второй период матча Россия-Чехия после первого периода 0-0. И очень тяжелое испытание нам выпало в конце первого периода. Мы остались втроем. Причем даже был отложенный штраф. И вот сейчас еще пару десятков, наверное, секунд мы будем играть втроем. Слава Богу, что вбрасывание в центре поля. И мы таким образом имеем хоть некоторое время для того, чтобы... Для того, чтобы не пустить соперника к себе в зону. Жамнов. На вбрасывание выигрывает. Молодец. Молодец. И вот так вот подальше ее туда, пока время идет до секунд 15 еще. Мы будем играть втроем. Ну, Чехи успеют войти в зону, конечно. Вот они потихоньку входят. Не спеша. Каберле. Бросок. Нет, броска не последовало. Замах только последовал. Каберле. Не дошла шайба до Хабибулина. Не смог Марков добраться до шайбы. Не смог. Оттеснили его. Опасный был прострел. Ну, шайба ушла за пределы нашей зоны. 40 секунд. Ну, уже вчетвером. Чуть легче. Чуть легче. Но все равно сложно. 13 номер. Это Кубина. Павел Кубин из Тампо-Бе делал передачу своему нападающему. И Чехи снова у нас в зоне. Он можно и подержать. Все правильно. Ларионов бросил шайбу в зону соперника. Ну, честно говоря, я бы не стал ставить Ларионову при игре в меньшинстве. По одной простой причине. Он не очень быстр. А здесь надо быстро очень двигаться. Бросок к воротам. Не получилось. Миронов подставляет клювку под шайбу. И все. Мы в полном составе. Ну, я вам скажу испытание. Ну, и испытание. Пока все обошлось. Но такие вот эпизоды отнимает очень много сил у команды. Приходится обороняться. Причем обороняются в основном одни и те же люди. Хотим мы того или нет. Хотя и высокий уровень мастерства у большинства хоккеистов. Но все равно кто-то лучше умеет обороняться. Кто-то хуже. Это нормальное абсолютно явление для любой команды. Естественно, что вот в такие сложные моменты обороняются те, кто умеет это делать. Бросок к воротам. Гашек отбивает. Но нам надо бы добавить скоростей. Скоростей в средней зоне, в зоне соперника. На раскате, при подготовке атаки. Это однозначно. Без этого мы одолеть соперника вряд ли сможем. Гашек вступил в игру. Отбил шайбу. Это дацук бросал. Нам пока не удается розыгрыш шайбы в зоне соперника. Так, чтобы кого-то из партнеров можно было вывести на ударную позицию. И реально угрожать воротам Гашека. Вот этого пока не было. Что касается Чехов, то у них было достаточно моментов при игре 5 на 5, когда они реально угрожали нашим воротам. Звено Райхел Хейдук и Ручинский. У Чехов на площадке. Это Хейдук. О любителях хоккея, очевидно, знают. Я не буду повторять, откуда чешские хоккеисты, из каких клубов. Дело в том, что мы же не первый матч учащим Чехов показываем. И, естественно, что об этом уже говорили мои коллеги. Напомню только о том, что три хоккеиста только из Чехии принимают участие в Олимпийских играх. Это Чаяник. Михаил Сикор защитник, Чаяник нападающий. И Павел Патера, который играет в Омском авангарде. Все остальное, 20 человек, это игроки национальной хоккейной лиги. Жамнов. Бросок к воротам. Ну и в средней зоне. Далеко. Гашуку так не забьешь. По большому счету у него не было серьезной работы в сегодняшнем матче. Буре подсунул шайбу. Кому? Там не было никого из наших. Валерий Буре. Вот он. И опять бросок от синей линии. Я бы хоть попытался обыграть защитника. Это вот тот самый риск, о котором я говорил. Конечно, обводка сопряжена с риском потерять шайбу. Но без этого риска невозможно никого и обыграть. Нужно же делать попытки. Буре. Я уже говорил о том, что сильные звенья у Чехии. На мой взгляд, это вратарь. С этим спорить, наверное, никто не будет. Оборона. Что касается нападения, то не получилась атака. Втроем против двоих неточная передача. И Ковальчук не смог обработать шайбу. Федоров, Самсонов. Снова Федоров. Тут такой был наброс на Федорова. Но он не смог поймать шайбу с лета. И она пришла к Гашуку. Нельзя, нельзя. Ковальчук не понимает, что нельзя терять шайбу на синей линии. И не надо ее водить назад. Федоров. Марков. Негрубая игра. Чистая. Надо сказать, что здесь грубости мало кто позволяет себе. И в этом, наверное, отличие нескольких олимпийского турнира с участием профессионалов от матчей национальной хоккейной лиги. Но по уровню игры я уже говорил в самом начале репортажа о том, что мне больше нравится олимпийский турнир. Наверное, это естественно, поскольку в олимпийском турнире в сборных командах принимают... И 1-0 мы выигрываем! 1-0. Это Афиногенов. Это Афиногенов. 1-0. Неожиданно. Неожиданно, но тем не менее. После вбрасывания шайба вот так вот отскакивает к нему. Обратите внимание. Еще раз нам показывают этот момент. Бросок в воротах. И вот шайба отскочила к Афиногенову. Мощный брошок гашет. Ничего не мог сделать. Он даже не видел. Он шайбу увидел тогда, когда она уже оказалась в воротах. Афиногенов. 1-0. Очень важная шайба. Чрезвычайно важная. Которая может вообще ход встречи повернуть в нашу сторону. Но не будем, давайте, загадывать. Потому как все считали для шведов легкой прогулкой будет путь до полуфинала. А оказалось, что в полуфинале-то будет играть сборная Белоруссии. И мне удалось посмотреть финальный аккорд того матча. Последние две минуты. Заброшенную шайбу в ворота. Грубо ошибся в ворота Томми Сала, который грубо ошибся. Бросок в копоть делал, перейдя красную линию и легкую шайбу. Причем шайба летела выше ворот. Можно было ее и не брать. Однако Сала попытался это сделать и практически забросил ее сам себе. И радость белорусских хоккеистов после окончания встречи. Шестая минута второго периода. 1-0 мы выигрываем. Я представляю себе Какова сейчас психологическая нагрузка И на наших хоккеистов, и на чехов Слишком высока цена сегодняшней встречи. И так-то турнир очень короткий. Исправлять ошибки негде. Это касается самого группового турнира, в котором проводятся только три встречи. Стоит один раз проиграть, и ты уже оказался на третьем месте. А не на первом месте, где имеешь реальные шансы сразу дойти до полуфинала. И дальнейший ход этого турнира четверть финала в олимпийской системе с выбыванием. Поэтому ошибаться просто нельзя. Ну что, будем мерить? Нет, не мерить. Просто судья решил помочь на вратариум поменять клюшку. У нас удаление за нарушение численного состава. Доцук отправился на скамейку штрафников. Досадно, это игровая дисциплина. Это, как и в прошлом матче с финами, командный недостаток, когда мы плохо менялись и получили первый гол. Селяни вышел один на один тогда. А вот теперь нарушение численного состава. Это на таком уровне недопустимо. Ну, раз уж было, теперь придется обороняться. Четыре удаления в нашей команде. Во втором периоде это первое. Выброшена шайба из зоны? Нет. Планк. Пас назад. Каберли. Каберли. Шмехлек. Сзади. Бросок к воротам. Кабибуллин вступает в игру. Малах успевает. Успевает Чаби. И контратака. Ну, Лорионовым быстренько догнали. И, извините, есть такое выражение, в каком съели соперники. Не смог он убежать. А выброшена шайба из зоны. 40 секунд. Каспаратис. Нет, не смог выбрать шайбу из зоны. Из зоны что-то у него не получилось. 25 секунд до выхода до Цука. Хабибуллин молодец. Молодец. Ну, как вот сейчас оставили Ланга одного на дальней штанге. Почему дальний защитник от шайбы, дальний защитник, не просматривает игрока, который находится у него за спиной. Ну, гробовато, по-моему, сыграл. Малахов вроде допитый. Правда, все обошлось. Ну, вот, посмотрите этот момент. И не смог Ланг перебросить шайбу через лежащего Хабибуллина. Ну, посмотрите, Хабибуллин уже лежал. Да, и удаление ни к чему. И невнимательность при обороне ворот тоже, в принципе, ни к чему. Но гораздо страшнее последнее, потому что, ну, нарушение есть нарушение, ничего не сделаешь. Но вот внимательно обороняться, безусловно, нужно. Восьмая минута заканчивается. 1-0 мы выигрываем. Контратака. Бросок к воротам. Нет, рикошет. Это Борис Миронов бросал к воротам. У него очень сильный бросок. Судьба нас довольно часто сводила в решающих матчах чешской команды. Я уже говорил последний раз это в Нагана. В группе мы выиграли 2-1, а вот в финале проиграли 1-0. Я вспоминаю финал 76-го года в Инсбруке на Олимпийских играх, когда мы проигрывали 2-0 и остались втроем. Я вспоминаю, каким образом, как великолепно оборонялись Цыганков, Ляпкин и Шадрин. Выставили, и потом мы все-таки выиграли тот матч со счетом 4-3. Я вспоминаю тяжелейший матч, связанный в том числе со скандалом перед его началом в Олимпийском Гренобле в 68-м году, когда начало матча было задержано на 40 минут из-за того, что у наших игроков была нарушена экипировка. Дело в том, что раньше были железные коньки, и на них были пластмассовые наконечники. Так вот, у многих эти пластмассовые наконечники отлетели, и чехи протестовали по поводу нарушения экипировки, требуя обеспечить безопасность. Ох, как зацепил Каспарайтиса игрок чешской сборной. Ковальчук будет пробиваться. Скорости не хватало у него. Тот матч мы проиграли со счетом 5-4. Я был участником. Были и другие матчи. Вообще, в Олимпийских играх мы провели с ними 12 встреч с чехами. 9 побед одержали. Их три раза проиграли. Устали наши, меняются. Ну, а Скоула подбирает шайбу. Защитники Скоула и Хамрлик на площадке у чешской сборной. Не спешит Кравчук. Длинная передача. На кого? На Павла Буре, по-моему. Нет, это Дацук был. Оказался на правом фланге атаки. Мы нечастые гости в зоне соперников. Прямо скажем, нечастые гости. Шайба у нас не держится в чешской зоне. Но как ее держать, если мы редко куда приходим? Вот этот четвертый номер, безусловно, центральная фигура. Вместе со Скоулой и Каберлем в обороне у чехов. Я с тревогой смотрю в 2004 год, когда будет очередной Кубок Мира или, как он раньше назывался, Кубок Канады. У нас, я думаю, будут проблемы с составом. Потому что поколение, которое начинало играть в национальной хоккейной лиге, оно, в принципе, уже в возрасте. И карьеру свою будет заканчивать. И я пока не вижу достойных игроков, кто бы их сменил. А что касается чехов, то у них вот из семи защитников шесть молодые. Я уже говорил об этом. И только Шмехлик с 70-го года рождения. Так что перед чехами такая проблема, очевидно, и стоять не будет. Гавлот, неточная передача. Борай-младший перехватывает. Ну, понахальней, подержите шайбу в зону соперника. Попытайтесь обвести защитника, но ничего страшного. Афиногенов. Бегает там, пытается завладеть шайбой в одиночку. Каспарайтис. Гончар. Стоя принимаем, без движения, пытаемся только сыграть в пас. А партнеры тоже не ахти как двигаются. Не могу сказать, что матч проходит в высоком темпе. Нет, это далеко не так. Далеко не так. Непривычно просто мы играем. Афиногенов. Надо меняться, Яшина. Николишин. Мощные защитники Чехов в борьбе. Ни один нападающий нас не может никак борьбу выиграть. А поэтому, может быть, и преимущества-то нет. Выход один на один. Ну, Ковалев. Бросок. Штанга. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой, какой момент. 2-0. Это не один ноль. Это совсем другое. Не везет Ковалеву. Ну, просто не везет. Выход один на один. Нет, не дадут. Не дадут убежать. Все будет нормально. И без удалений в том числе. Ну, вот этот эпизод показывает, что силы-то есть у нас. Есть силы. И скорости есть. Ах, как жаль. Вбрасывание в зону. Твердовский первый в шайбы. Ну, а он выбрасывает. Знаете, это мне напоминает простую тактику. Что делать? Соперник бросает шайбу в зону. Ну, а мы ее выбрасываем. Вот так приблизительно сейчас и играют. Бросок мимо. Федоров на Ковальчука. Ну, Илья не вовремя. Прямо скажем, не вовремя. Только был момент закрепиться там в зоне и твердо так повладеть шайбой. Так нет. Он упал. Гашек. Гашек и накрыл шайбу, и потом еще партнеру передачу сделал. 15-я минута второго периода. 1-0 мы выигрываем. Малахов выброшен из шайбы из зоны. И, наверное, сейчас будет смена. Я вижу, как тяжело катится Ковальчук. Ах, как жалко. Все правильно делал Ковалев. Не доезжая 5 метров, 4-5 метров до вратаря, который уже ложился. Бросает шайбу поворотом и попадает в штангу. Вот сидит Алексей. Он, конечно, переживает. В такой игре, когда соперники ждут ошибки друг друга, такие моменты бывают один раз. Чехи снова в атаке. Яшин. Ну, а три Чеха уже сзади. И пробить такую оборону в одиночку не представляется возможным. Плохо мы помогаем владеющему шайбой. Очень плохо. Можно играть. Дацук потерял шайбу при выходе из зоны. Удаление. Опять у нас удаление. Мартин Ручинский его заработал за задержку соперника Клюшкой. Ну, не опасно же было. Там с неудобной руки вряд ли он бы смог забить. Вряд ли. Ларионов отправляется на скамейку штрафников. 1-0 мы выигрываем. И не так уж много времени осталось до окончания второго периода. Чехи не удалялись еще во втором периоде, по-моему. Шестнадцатая минута заканчивается. Николишин. Я вижу, обороняется у нас. Вот он пытается соперника загнать в борту. Николишин-Жамнов. Опасно. Бросок в штангу. Теперь нам штанга помогает. Это Даниил Марков. Ну, вовремя, я скажу, накрывает ее. С близкого расстояния. Роберт Ланг, по-моему, бросал поворотом. Шайба попадает в штангу. Ну, что, еще одно удаление будет? Ну, неужели поехали судьи выяснять, был гол или не был? С моей точки зрения, нет. Я четко видел, что шайба попала в штангу. Ну, конечно. Ну, какие здесь могут быть вопросы? Какие могут быть выяснения? Конечно, нет. Конечно, нет. Я даже удивляюсь, как чехи могут себе в такой игре позволить вот такие поступки. Это смахивает на провокацию. Вы знаете, психология игрока такова, что если был действительно гол, он начинает спорить, поднимать руки, доказывать и так далее. Но сейчас-то, как он мог, игрок, себе такое позволить? Райхель начинает атаку. Положение вне игры было. Положение вне игры. Ну, как же линейные судьи не видят этого? 45 секунд нам играть еще вчетвером. И снова Ланг. И снова Райхель, простите. Мы пассивные в средней зоне. Очень легко соперника пускаем к себе. Очень легко. Ну, хоть какое-то сопротивление надо в средней зоне оказывать тоже. Николишин и Жамнов у нас играют. Играют довольно много и долго. Надо сказать, что и тот, и другой умеют обороняться. И не случайно, что их используют при игре в численном меньшинстве. Каспаратис выброшена шайба из зоны. Да, она вышла. 20 секунд. Каспаратис глубоко отошел. Очень глубоко. Это Даниил Марков. Не получился у него выброс. Жамнов, молодец. И снова шайба выброшена. Все, в полном составе российская сборная. В полном составе. И 2,5 минуты до окончания второго периода. Но побыстрее, побыстрее. Почему мы так медленно ездим, а? Хабибуллин на месте. Грязновато все-таки. В отборе играют чешские защитники. И при таком молчаливом, я бы сказал, согласии судьи. При молчаливом согласии судьи. Так нельзя. Я почему об этом говорю? Вот сейчас под нами. Здесь Самсонова здорово цепляли. Гашев отбивает. И атака гостей Гавлот. Простите, я сказал гостей. Нет, конечно же, Чехов. Здесь гости и российская команда. И чешская. Малахов. Это Жамнов. Крайние нападающие сменились. Жамнов не успел смениться пока еще. Не надо ездить к защитнику. Защитнику-то что делать? Вот дело кончилось тем, что шайба вышла из зоны чешской сборной. Контратака. Ну нет, уже там помогают. Бросок мимо. Опасно. Спасом у нас непорядок. Сегодня надо бы похолоднокровнее, поточнее. И, вы знаете, две с половиной минуты пролетели без остановок. Пролетели быстро очень. Я даже не обратил внимания, что пошла последняя минута второго периода. Что ж, перерыв. 1-0 мы выигрываем. И 15 минут на то, чтобы осмыслить то, что происходит на поле. Но тяжелейшая игра. Очень напряженная. Чем все это закончится, боюсь что-либо предположить. Перерыв. Нам показывают моменты, которые возникали у ворот и той, и другой команды. Но это, в основном, моменты около наших ворот по тому, как чехи, как и в первом периоде, атаковали гораздо чаще, чем мы. Но мы стали авторами единственной шайбы, которая заброшена в течение 40 минут чистого времени. Это сделал Афиногенов после рикошета от игрока чешской сборной команды. В перекладину шайба попадает. У нас тоже, правда, был выход Ковалева 1 на 1. И тоже, он пытаясь переиграть Гашека, попал в перекладину. Ну, а перед началом, я не знаю, успели вы обратить внимание на статистику. По броскам, конечно же, нас перебросали 26 к 18. И вот эти все 18 бросков мы в основном сделали с дальних дистанций. Вплоть до того, что бросали даже от красной линии. И, естественно, что такие броски пользы, как правило, приносят чрезвычайно мало. И есть еще одно обстоятельство, на которое нашим трейнерам надо обратить самое серьезное внимание. У нас 10 минут штрафного времени, а у чехов только 4. Только 4. Я уже говорил о том, что сильным звеном является у чешской сборной обороны. Что касается нападений, то в этом году чешские нападающие в национальных хоккейных лигах, откровенно говоря, не блещут. И в первую очередь многолетний лидер Ягр. Ягр в течение 4 сезонов был первым бомбардиром в национальной хоккейной лиге. А вот в этом году он занимает по этому показателю, по показателю гол плюс пас, только 37 место. А в десятку лучших бомбардиров никто из чехов не входит. Это статистика. Что касается игры самой, то многие игроки чешской сборной являются ведущими в своих клубах. Это и Ланг, это и Ягра, и Ручинский, и Сикора, Петр Сикоры, Элиаш. Это все игроки твердо основного состава. И к тому же, как я уже сказал, игроки, которые делают погоду в своих клубах. Но надо упомянуть и о том, что не только Ягра хуже играет в этом сезоне. Те же Элиаш и Петр Сикора в Нью-Джерси тоже выглядят хуже, нежели в прошлом году. Ну, наверное, некоторые потери для чехов это травма страки, которые составляют замечательную пару в Питтбурге. Ланг страка. Если говорить о наших потерях, то, конечно, они чрезвычайно серьезные. Это отказ Зубова и Житника, защитников, играть за сборную команду на Олимпиаде. Это травма еще одного защитника Юшкевича. Это травма в последний момент, буквально за неделю до начала чемпионата Олимпийского турнира, Виктора Козлова, который мог бы стать ключевой фигурой в нашем составе. Это тоже серьезные потери. Ну, может быть, кого-то Фетисов не учел при своих размышлениях по поводу того, кто должен играть на Олимпиаде в составе нашей сборной. Может быть. Я бы обратил внимание, предположим, на Брылина, я бы обратил внимание на Березина, на игроков, которые показывают очень неплохой уровень игры. Если говорить о Березине, то начало чемпионата у него было неважным, к тому же была травма. Ну, а потом, вот ближе к Олимпиаде, он выглядел вполне прилично. То же самое можно сказать и об Рылине. Ну, покопаться, наверное, мы могли бы еще какие-то фигуры найти, которые могли бы претендовать на место в основном составе. Но не будем этого делать по одной простой причине. Тренером этой команды является Фетисов. Ему, как говорится, и карты в руки. И пусть он с теми игроками, которых выбрал, и свою мечту осуществляет. Хорошим значением всех этих слов, поскольку он их выбрал, и он в них верит. Они, наверное, верят в него. Это его тренерская преда, это его взгляды. Ну, и слава богу. Жамнов. Оба Буре сегодня в тени. Николишин. Наброс шайбы. Шайбы на ворота. По-моему, готов перестановки какие-то сделать в составе, если бы не сделал Фетисов вместе с Юрзиновым. Яшин появился на площадке. Ковалев, Яшин и Николишин. Нет, нет, вот Николишин вместо Яшина отрабатывает назад в роли центрального нападающего. Бросок к воротам мимо. Марков помог отобрать шайбу. Твердовский делает хорошую передачу. 26-й. Это Ручинский был в составе сборной Чехии. Твердовский. Хорошая передача. Ковальчук. Нет, не смог обыграть. Он опасен, конечно, на пространстве. Очень опасен. Он любого может обыграть. Нет, вот сюда можно было сыграть на Сапсонова, конечно. Ковальчук борется с кем-то из соперников. Это с Коула. Бросок к воротам. Жаль. Жаль. Шайба попала в игрокам Чехской сборной. Ну, вот Техну удалось выйти из зоны. У нас уже там два защитника. Встречает атаку соперника. И... Надо меняться. Длинный отрезок. Мы играем. Третья минута. Третьего периода. Только спарайтесь. Применял силовой прием против мощного, высокого допиды. Но упал он и упал соперник. Смена и у тех, у других. Это Твердовский. Перед воротами никого нет. Почти все время. Поэтому вот эти набросы или броски издали ни к чему не приводят. Поскольку помехи нет вратарю. Это один из недостатков нашей атаки. Ну, почти сравнялись мы сейчас по броскам. 21 у нас и 25 у соперника. Ну, я еще раз хочу обратить внимание на то, что у нас совершенно другой характер бросков. Мы бросаем в основном издали. Вот, в частности, только-только Афиногенов бросал от борта. Это Яшин. Можно оставить шайбу назад. Вы знаете, по-моему, Ковалев не играет. С Яшином и Николишином Афиногенов. Хабибуллин в игре. Да, я вот вижу, это Афиногенов. Ну, зачем так вот тормозить на синей линии? Хорошо. Единоборство в сегодняшней встрече не наш конек. Откровенно скажем, наши нападающие не справляются. Не то, что не справляются с мощными защитниками соперника. В борьбе выглядят неубедительно. Добито бросок. Хабибуллин отбивает. Вот так не очень внимательно мы сейчас сыграли. И нападающий чешской сборной выходил на ударную позицию. Ковальчук. Ну, куда он пытался сделать передачу? Боюсь что-либо сказать. Звено Федорова на площадке. Самсонов и Ковальчук по краям. Чехи в атаке. Звено Секора. Элеши Допита. Федоров. Это Ковальчук. Ах, ах, Самсонов не остановил шайбу. Не смог остановить. И контратака. Мощный какой бросок. Еле-еле успел подставить буквально себя под этот бросок Хабибуллин. Хорош Яшин в этом эпизоде. Нет, вот Ковалев появился. Может быть у него что-то случилось с амуницией. Не знаю, может быть. Нет, нельзя входить в зону. Нельзя там игрок своей команды. А шайба в средней зоне. Шестая минута третьего периода. 1-0 мы выигрываем по-прежнему. Пару смен, по-моему, Ковалев пропустил. И перестановки, конечно. Ковалев, Ларионов и Датсук. Поменяли местами тренеры Афиногенова и Ковалева. Ковалев от Яшина переведен в четвертое звено. Почему? Ну, может быть, добавить скорости в звено Яшина. Поскольку сам Яшин не очень быстрый. Ну, по природе не очень быстрый. И ничего не сделаешь. И точно такая же картина с Николишиным. И Ковалев, может быть, никак не может вписаться к ним. Расчет на то, что Ларионов будет выдавать хорошие передачи Ковалеву. Наверное, так. Ну, не знаю, что из этого получится. Посмотрим. Какие-то, очевидно, были соображения на этот счет и у Фетисова, и у Юрзинова. Они вместе, очевидно, принимали решение. Ручинский. Игрок Далласа на ваших экранах. Мог лет провел в Монреале. Ну, потом, вот, в этом сезоне был обменен в Даллас. А это Владимир Малахов. Миронов. Ну, кто подберет шайбу? Кто? Буре, Валерий боролся. Кобя Гулин ловит шайбу. Четыре звена и три пара защитников у Чехов. У нас еще Кравчук появлялся и в первом, и во втором периоде на площадке. Вот сейчас я его пока еще не видел. Неудачная передача ни тому, ни другому. Нельзя нам с шайбой возвращаться назад к себе в зону. Мы и так с трудом начинаем атаку. А так из средней зоны едем к себе с шайбой. Везем за собой соперника, который нам мешает начинать атаку. Поэтому лучше этого не делать. Лучше сразу из средней зоны, если нет ходов вперед. Ну, сделай передачу назад к защитникам. Ничего страшного в этом нет. Но самому с шайбой туда желательно не ездить. 30 на 22 броски. В Северной Америке любят считать. И в том числе вот броски. Очень серьезно считается показатель. Ковальчук, Самсонов. Тяжеловато катился. Ковальчук. Нагрузка на него большая. Может быть, не очень. Самсонов вылезает на ворота. Ну и пытался завершить атаку кто-то из наших. Чуть-чуть не перехватил. Лорионов бросок. Гашек вступает в игру. Коварный был бросок нашего капитана. Не очень такой четкий. И он-то, по-моему, смутил как раз Гашека. Побыстрее пошла игра. Не удалось выбросить шайбу. Вот сейчас вот Лорионов проиграл. Нет. Ковалев. Ковалев с великолепной обводкой. Но в сегодняшней встрече никак у него не идет игра. Очень нерешительно действует. И надо сказать, что этот результативный довольно нападающий. Пока еще на турнире ни одной шайбы не забросил. Миронов с партнером, да. По обороне с Малаховым сыграл. Буре, Жамнов, Буре. Да, не хватает нам скоростей в сегодняшней встрече. Бросок. Мимо ворот. За ворота пас. Куда пошел за мной. На отбор шайбы. И она, по-моему, покинула пределы поля. Нашим нападающим надо бы быть поактивнее для того, чтобы разгрузить оборонительную линию нашу, наших защитников. Надо помнить о том, что их только шесть, а у соперника четыре тройки нападающих. Гавлот, Ланг, Ягра, это одна. Райфел, Хейдук, Ручинский, это вторая. Петр, Сикор, Элли, Допита, это третья. И четвертая. Матера, Дворжев и Градина. Чехия тоже страхуется, отходит двумя защитниками сразу назад. Ну, частично страхуется, а частично это инстейловская привычка. Там, в принципе, не допускаются такие вот серьезные провалы защитников. Там, в принципе, противник овладел шайбе, сразу два защитника откатываются назад. Лишний пас. Можно было и самому двигаться вперед. Николишин. Шайба брошена. Ну, вы знаете, у нас вот сегодня такая игра, абсолютно не советская, не российская игра. Это игра национальной хоккейной лиги. Вбросил шайбу в зону к сопернику. Из любой позиции бросай. Ну, кто-нибудь будет его атаковать или нет? Ланга. Хорошо, что он сделал неточную передачу. Ему самому можно было угрожать воротам. Ох, как молодец. Молодец Хабибуллин. Выручил. Одиннадцатая минута третьего периода. Ковальчук. Ну, выходить надо из зоны. Ну, что ж так в трех метрах и неточную передачу делаем на партнера. В результате вот Федоров должен ковыряться, выковыривать шайбу у соперника. А с мощными чехами сделать это сложно. Удаление у нас. Ну, это смешно. Это просто смешно. Дал себя Марков обыграть. Ну, такое удаление просто смешно. Никаких движений не делал Самсонов. Соперник сам на клюшку наехал, которую твердо в руках держал Самсонов. А то, что чехи в обороне постоянно руки используют, судья этих моментов не видит. Не хотелось бы мне обсуждать судейство. Я его, кстати говоря, хвалил здесь, на Олимпиаде. Но сейчас получается наоборот. Надо об этом говорить. Малахов успевает к шайбе. Она проброшена в зону чехов. Кубина и Шпачек в обороне у сборной команды Чехии. И звено Сикоры Элиэш Допита. Кубина. Смена состава в чешской сборной. Это Ягар. Гавлотланд Ягар. Не надо давать выезжать. Не надо. Ягар на Ручинске. Ну и тот опасно довольно выезжал. Можно было еще ему, наверное, шаг делать. Но готов был ему помешать Каспарайтис. Выброшены шайбы из зоны. 50 секунд еще нам играть в меньшинстве. Тяжелые испытания нам выпали в этом матче. И в первом периоде. И вот сейчас в третьем. Потому как каждое удаление отнимает, во-первых, много сил. И заставляет напрягаться буквально всю команду. Не только тех, кто играет, находится на поле. Но и тех, кто сидит на скамейке запасной. Звено Лангом на площадке. Гавлотланд Ягар. Ягар входит в зону. Ему никто не мешает. Особенно бросок. Великолепно играет Хабибуллин. Великолепно. А Ланг бросал. Какая четкая передача была. Ягар сразу под бросок партнеру. Ягар. На ближней штанге пытаются разыграть шайбу Ягар и Гавлот. Нет, это Ручинский вместо Гавлота. Площадь ворот. Стоял игрок. Это был Ягар. И по европейским правилам надо остановить игру и вбрасывание сделать в средней зоне. Посмотрим, сколько осталось до окончания штрафного времени у Самсонова. Федоров на площадке. На вбрасывание. Вот единственный элемент, по которому мы чехам не выступаем по итогам трех матчей в групповом турнире. Как это вбрасывание. Мы в пятером. В пятером. И Хабибуллин прижимает шайбу. Кольгу надо сделать, наверное, замену. Да, Миронов отправляется на скамейку запасных. Броски 31 на 24. Ну, наверное, это естественно. У нас 14 минут штрафного времени. Нет, извините, 12. А у соперника только 4. Еще один бросок. Мимо. Прострельная передача. Нет, выбросан у шайбы из зоны. Ох, как тяжело было. Сколько же моментов у чешской сборной, в том числе в третьем периоде. Сколько же моментов. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Ну, можно было бы и удалить Вот в этом эпизоде Можно было бы и удалить Как-то судьи так благосклонны, по-моему, к чешской сборной Очень благосклонны Малахов Должен сейчас найтись один нападающий Который пойдет на обострение И заставит соперника или ошибиться, или же свалить Должен быть такой нападающий Без риска не будет у соперника и удаления А как они нужны сейчас, вот в этот момент Шесть минут до окончания Третьего периода Скамейку видите Чешской сборной Хабибуллина нам показали Вбрасывание в нашей зоне Бросок Хабибуллина отбивает Еще одно вбрасывание Яшин Афиногенов Надо идти на обострение Ну зачем, зачем с такого острого угла Не надо было бросать Надо идти, идти На защитника, с ним сталкиваться Пытаться его обыграть Удаление, по-моему, у чехов Они владели шайбой Удар, за удар соперника Хамбрлик отправился на скамейку Штрафников Яшин из Коула Вы видите Ну, это безобразие Не надо, не надо Трогать его было Правильно сделал Буре, что отъехал От защитника чешской сборной Ну, то, что удаление было Это совершенно однозначно Жамнов Валерий Буре Страховка должна быть Борис Миронов на одном борту Малахов здесь на другом Того, глядишь, Жамнов потеряет шайбу Никак не можем войти в зону Хорошо, великолепно Вылезаем на ворота Не получилось А как жаль Это Ковальчук Ковальчук великолепно совершенно Проходил к воротам Чехи выбрасывают шайбу из зоны Еще минуту мы будем играть Минуту будем играть в большинстве И 15,5 минут сыграно в третьем периоде Для нас необычное, по-моему, явление Как-то мы даже растерялись Получив численное преимущество Не можем войти в зону Это Ягор Гончар Яшин Снова Яшин Это Самсонов Федоров Самсонов Не попадает Федоров по шайбе И контратака Чехов Они уже в пятером Мимо ворот Но почему мы так вот оставляем Свободными соперников Так все свалились к воротам А из глубины Из глубины выскакивает Чешский игрок Три минуты До окончания третьего периода Это Ковалев Нет, не смог обыграть защитника Но хоть попытка была Молодец Ларионов Дацук и Ковалев Бросок Ну где шайба Не вижу Плохо опекаем защитников соперника Очень плохо Поэтому от них серьезная угроза исходит нашим воротам Я думаю, что тренеры должны в этом плане нести коррективы в игру Маленький такой штришок Но он сейчас очень-очень важен Шпачек промахивается поворотом Смотрите, на какую ударную позицию выходил Как здорово выходил Фердовский Ну что там, Буре сможет вывести шайбу из зоны? Нет, не смог Паша, нужна скорость Великолепно Хорошо И на ворота Да нет, надо на ворота Дальше, дальше Не надо бросать Проброс Все правильно 18 минут 16 секунд Сыграно в третьем периоде 1-0 Российская сборная выигрывает Вбрасывание в зоне Гашика Ну, наверное, будет 30-секундная пауза Наверное, будут снимать вратаря Ну, какие-то меры надо же принимать чехом А мы должны очень внимательно сыграть в обороне Без паники И защитников обязательно опекать Обязательно Основная сейчас задача Постараться соперника легко к себе в зону не пустить И в конце концов можно выбрасывать шайбу из зоны Но так, чтобы она не прошла все поле Чтобы можно было Потом снова построить оборону Ну, вот видите, защитников нету рядом Около защитников нет нападающих Это Ковалев бросал к воротам Но катится тяжело Очень тяжело катился Ковалев Какая же нагрузка Выпала нам Наших защитников в сегодняшнем матче Ну, можно было и удалить Можно два раза было уже удалить Судья этого не делает По одной простой причине, я думаю Есть у НХЛ такое правило Не вмешиваться в игру на последних минутах Ребята, спокойнее, спокойнее, ребята Ну, вдвоем Ковальчук, ворота пустые, нет? Промахивается Кто там? Буре, по-моему, промахнулся Нет, здесь мы, здесь мы Спокойно, спокойно 15 секунд осталось Ребята, спокойно Гашек поехал из ворот 4 секунды 4 секунды Где вбрасывание? Где вбрасывание? Что показывает Судья? Не надо Сейчас был свисток Не надо разбираться Каспаратис и Ягра там задираются 4 секунды Надо довести матч до конца Спокойно Не надо, не надо Надо быть выше этого Ох, как опасно было В Сикора не попался И только по одной простой причине Прыгала шайба И он по ней промахнулся Какая напряженная игра Не минуты покоя У наших ворот Еще раз нам показывает Острейший момент За 4 секунды До окончания Встречи Острейший момент Сейчас основное Это выиграть Вбрасывание Это Первейшая задача Других задач Просто нет И не надо Ничего с шайбой делать Надо ее привести В угол И там Тискать Мять ее Ну вот Ковальчук удален Только Ковальчук Или еще кто-либо Нет, это чешский игрок Слава Богу А то я Нет, нет Это не Илья Ковальчук А то я хотел уже сказать За такие вот Удаления Ковальчук Надо голову оторвать Потом в раздевалке Извините меня, конечно Но Я же тоже болею За нашу сборную Точно так же Как и вы Сидя Здесь вот В студии В Останкино Знаю это все Нутром И как игрок И как Тренер Поэтому вот у меня Такая реакция На то, что Ковальчука удалили Четыре секунды До окончания Николейшин Андрей Все на тебя сейчас Смотрят И на тебя надежда Надо выиграть Вбрасывание Да, есть выигран Не спеши, Боря Не спеши Не спеши Все, это победа Это победа 1-0 Россия Выиграла Россия Выиграла 1-0 Тяжелейший матч Но теперь я Хочу вам сказать То О чем я На протяжении Всего матча Просто молчал И не хотел Сглазить Николай Николай Хабибуллин Спасибо тебе Большое Спасибо тебе За великолепную Игру Спасибо за то Что правильно О тебе пишут Что ты Великолепный Вратарь Спасибо тебе За сегодняшнюю Игру Спасибо большое Тебе скажут И игроки И наверное Тренеры Спасибо Говорю тебе Я Говорит тебе Огромная Армия Наших болельщиков Итак Россия В полуфинале Несмотря на все Статистические Выкладки Несмотря на Прогнозы Чешских Специалистов Мы победили 1-0 И Россия В полуфинале Я от души Поздравляю Российскую сборную С этим Успехом Не все было гладко Далеко не все Было гладко В сегодняшней встрече И если Кого-то это Интересует Мы можем Об этом Поговорить В ночном разговоре Сразу после Окончания Этой встречи Эта передача Пойдет буквально Через 10-15 минут После того Как мы Закончим Репортаж Из Солт-Лейк Сити Но самое главное Это победа Забудется Содержание игры Никто не будет Вспоминать Ну может быть Завтра еще Поговорят о том Что вот Сидоров играл Неважно Иванов тоже А вот Петров Играл хорошо В истории Останется результат Останется результат Россия В Солт-Лейк-Сити В четвертьфинале Обыграла Чехов Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok